Всем привет! Какой бы высокий уровень не был у разработчиков, насколько бы не была профессиональна команда, баги и ошибки в процессе создания приложения возникают всегда. Все критические проблемы обычно можно выявить просто при беглом прохождении юзер-стори, но регулярно остаются незамеченными довольно очевидные проблемы. В этом уроке пройдем по топу пунктов, которые часто возникают, но их забывают. И начнем с функциональных проверок. Проверить анбординг. Первый окно с информацией о приложении о том, чем оно будет полезно пользователю. При наличии возможности его пропустить. Статус его прохождения сохраняется и повторно он не отображается. По страницам анбординга можно перемещаться свайпом. Проверить лицензионные соглашения, политики конфиденциальности и прочие документы, которые пользователь принимает во время запуска приложения. Проверить, что ссылки работоспособны, а сами документы актуальны, содержат правильные даты и названия. Проверить работоспособность основного флоу приложения. Может ли пользователь сделать то, для чего создано приложение. Если есть возможность поделиться с другом или создать историю, то сделать это, не забыв про настройки доступа. Если необходимо заполнять формы, то проверить все типы полей, все варианты ввода. Выбор списка, ввод текста, загрузка медиа. Если есть переходы на экраны камеры, сканер QR, фуллскрин видео, просмотр фото, то проверить. Разрешение доступа девайса к камере. Обработка отказа доступа. Смену ориентации девайса и возврата в миниап. Остановка воспроизведения при сворачивании миниапа, клиента, блокировке экрана. Автовоспроизведение видео при наличии. Работу с видео при подключении, отключении гарнитуры или звонках. Если есть переход в другие миниапы из приложения, то проверить. Запуск миниапа. Возврат в исходное приложение. На вебе при запуске миниапа из приложения родительская вкладка не должна крашиться. Если миниап использует чат, создает чаты в мессенджере ВК в рамках какой-либо активности, либо имеет чат внутри миниапа, то проверяется работоспособность чата. Отправка сообщений, оттачи, пустого сообщения. И проверяется, контролируется, что предусмотрена модерация этих чатов, и она работает. Если есть какие-либо бонусы, поощрения пользователя за активность, например, просмотр рекламы, то проверить получение этих бонусов, лимит на их получение. Если миниап выдает пользователю бонус, поощрение, купон, билет, то проверяется. Возможность погашения бонуса. Возможность пользователю обратиться за помощью, например, при невыдаче бонуса, необходимости возврата, отказе в обслуживании при погашении. Дальше проверяется переход в поддержку, чат сообщества, другие формы с возможностью пожаловаться на механизмы доначисления возврата бонусов. Если приложение или его часть разрабатываются для проведения какой-либо акции, то проверяется. Наличие и переход к условиям проведения акции, призовой фонд, шансы на победу, условия розыгрыша, даты проведения. Важно! Если приложение поддерживается на iOS, то должен присутствовать пункт, что Apple не имеет отношения к акции. Дальше проверяем, что пользователь может стать участником розыгрыша. Предусмотрена анонимность победителей. В менеапе не должно быть ссылок на профиль, ID пользователя, полных фамилий и имени, чтобы их было сложнее найти в социальных сетях и никто не заспамил им личку. После окончания акции предусмотрено отключение точек входа в акцию, анбординги в акцию и есть заглушки об окончании акции или розыгрыша на экранах акции. Либо при переходе на менеап, заточенный только под акцию. Последние по списку функциональные проверки, которые стоит сделать – это проверить запросы прав при наличии таковых, обработку, отключение интернета. Если приложение поддерживает DeepLink, то необходимо проверить корректность запуска как для авторизованных, так и не для авторизованных пользователей ВК. Перейдем к нефункциональным проверкам. Обязательно проверьте работоспособность на всех поддерживаемых платформах. Несмотря на то, что это веб-приложение, ссылка для запуска на вебе и мобильном устройстве может отличаться, и это необходимо проверить. Также из-за наличия ODR iOS-версия отличается от Android и требует отдельного функционального тестирования. Затем проверьте масштабируемость интерфейса. Нет смысла перебирать множество устройств, но обязательно нужно посмотреть на устройства с маленьким экраном, например iPhone SE. Чаще всего при разработке не хватает времени на поддержку планшетных устройств, но важно помнить, что приложение будет доступно и на них. Для хорошего UX нужно либо сделать заглушку о недоступности, или все же поддержать их. Также проверьте поддержку светлых темных тем и локализации. Под экраном должна быть цветная подложка. Ее цвет соответствует основному цвету приложения. Не черное и не белое. Подложку видно, если, например, потянуть экран слишком сильно вниз за верхний край. Необходимо проверить запуск приложения с чистого аккаунта, имитирующего Новорега. Убедиться, что все предусмотренные сообщения об ошибках корректно поддержаны на фронте. Картинки и иконки не кликабельны сами по себе. Тексты приложения нельзя выделить курсором. При наведении на кнопки текст не подчеркивается. Поддерживается свайпбэк на iOS. Размеры окна приложения, модальных окон, правила скроллов. В модальных списках, основном экране приложения и на заглушках соответствуют макету. И последняя группа проверок в чек-листе тестирования вашего сервиса – это проверки обновления данных. На каждом экране с изменяемыми данными они должны обновляться по жесту Pull to Refresh, а также при переходе на этот экран вкладку или раздел. Пользователь может получить все обновленные данные, не выходя из приложения и не переоткрывая приложение ВКонтакте на телефоне. Например, счетчики, прогресс-бары, состояние лутбокса. Если в результате действия возникла ошибка, что действие недоступно, например, лутбокс уже открыт с другого устройства, то нужно автоматически обновить состояние объекта в соответствии со смыслом ошибки. Если на одном экране действие приводит к изменению данных на другом экране, то при входе на экран с данными новое состояние должно сразу быть показано, без перезахода в приложение. Это далеко не полный перечень того, на что стоит обращать внимание при тестировании и тех ошибок, которые регулярно возникают. И вместе с тем, используя этот список в качестве чек-листа, большей части багов в ходе разработки вам удастся избежать.